привет зрителям в данном видео покажу внутренности такого прибора как поисковый радиометр сцентилятор mini redd от компании detect systems вот такой вот у них сайт выпускались они по моему 2015 16 года цена была на них полторы тысячи долларов один тт поисковый радиационный пейджер использовались на таможнях и спецслужбы америки производился в сша сегодня вам покажу внутренности данного прибора вот я уже разобрал пломб в данном приборе нет и не было вот вот такие вот шурупы саморезы с резиновыми прокладками сальниками это защита от попадания влаги вот их четыре на каждом идет вот такое вот кольцо вот резиновая прокладка зажимная вот значит сам прибор это тоже из резины противоударные прокладки по бокам и по углам он противоударный пыли его влагонепроницаемый даже вот дерконодинамик динамик тоже пыли влагонепроницаемый вот это уже сам корпусе уже разобрал чтоб видео долго не длилось внутри также покажу очень качественно сделали такого не видел ни в каких дозиметрах вот это также мягкие из какого-то материала типа резины противоударные прокладки в которых находился сам кристалл и фау блок детектирования прибора и вот здесь это значит здесь какое-то приспособление для клипсы на карман или на что также она вот заклеена от влаги и разъем разъем питания батареек также вокруг есть прокладка защита от влаги то есть дождя не боится прибор вообще погружение под воду скорее бы пережил но нежелательно это делать и где кнопка также кнопка герметичная полностью вот заклеена вот таким вот герметиком то есть прибор пыли влага защищенный от дождя точно погружение под воду возможно бы выдержал ну я бы его еще запшикал наноспреем есть такие для клавиатуры для телефонов которые отталкивают воду тогда можно погружать под воду но лучше конечно этого не делать либо погружать в зип-лок герметичный пакет целлофановый и тогда можно плавать под водой водолазом использовать вот со всех сторон показал теперь переходим к самому прибору внутри находи находятся две части прибора вот так вот размещена не здесь была сама плата прибора это блок детектирования также фео делитель умножитель здесь напряжением он вот так вот размещался между вот этих прокладок вот это блок детектирования вот и с этой стороны также вот есть прокладки на блок детектирования они окружают со всех сторон вот что хочу интересного вам показать вот это блок детектирования он в алюминиевом наверное или с нержавейки не знаю какой-то металл похож на титан или алюминий контейнер герметичный он полностью вот там вот как видим залят эпоксидом или герметиком то есть его вскрытие разобрать невозможно но зато если затопит прибор то он останется целым он не испортится размеры его вам покажу значит длина самого этого контейнера 5 сантиметров и 1 миллиметр 51 миллиметр длиной 51 вот и диаметр его 18 миллиметров 18 ровно внутри находится кристалла цезий йод цезий йод вот написано активированный натрием по моему здесь не указано возможно талием по моему натрия это в инструкции написано характеристиках разницы сильно нету в общем 5 кубических сантиметров объемом здесь кристалл цезий йода и самое интересное и особенность этого прибора таких приборов не выпускают и думаю больше не будут никогда выпускать потому что это очень дорогое производство объясняю почему все аналоги которые идут у них кристалл такой же размеры там отличаются производитель на это не суть важно но вместо фау идет у них фотодиод кремниевый как называют еще модным словом придумали твердотельное фау ну такого обозначения вообще нету это народное можно так сказать название есть фотодиод вот ну люди хотят называть твердотельные ноги кремниевые фау или просто кремниевые фау пусть будет здесь же не фотодиод стоит обычный то есть который улавливает свет фотодиод здесь стоит полноценная фау вакуумная как я понял ну такое как в 85 например она стеклянная вакуумная в общем почему я так понял потому что смотрите конденсатор здесь стоит на 2000 вольт вот такой вот 2000 вольт конденсатор потом еще есть по плате можете посмотрите вот значит находится у нас если я не ошибаюсь трансформатор вот это с . красно зеленое черное это миниатюрный микро трансформатор я вот ручка от шариковой ручки это кончик показываю он микроскопический это трансформатор вот кстати интересная деталька похоже на датчик влажности то есть попадает вода внутрь или нет у меня вот есть на этом электрический электрический игрометр который меряет влажность воздуха на нем такой же вот датчик стоит может я ошибаюсь вот это американское все производство на этой плате вот под трансформатор конденсатор на 2000 вольт вот наверное диоды это умножитель конденсаторы с этой стороны уберу покажу просто приклеена резинка вот умножитель с конденсаторами диодами микросхемы потому значит две крутилки регулируемых есть еще каких-то и смотрите по сколько пинов здесь есть на фау вот раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего есть пинов но два не запаянных они все идут вот сюда то есть я подозреваю что здесь установлена крошечная маленькая вот размером примерно вот кому какой она может быть в сантиметр может полтора сантиметра маленькая полноценная вакуумная фау примерно на полторы тысячи вольт вот потому что конденсатор стоит 2000 вольт то есть до 2000 вольт рабочее напряжение этого фотоэлектронного умножителя это на тот на то время 2015 год это прорыв конечно что что они создали произвели изобрели такое микроскопическое фау это просто капец вот что я вам хотел показать самое было интересное вот еще продолжение сниму детально покажу вот все компоненты крупным планом